Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной обзорчик из серии «Кто чего находит и за сколько это продают». И начнем мы сегодняшний обзор с вот этих кусочков античного золота. Все мы знаем, что золото – это драгоценный металл, который известен с давних времен и считается показателем богатства. И еще это хорошие инвестиции, поэтому даже в виде лома всегда ценятся среди коллекционеров. Да и проба золота в этих античных предметах всегда очень высокая. Где были найдены эти 4 кусочка, продавец не уточнил, просто выставил на торги и указал, что это античное золото общим весом 22,37 грамма. За торгами следило 16 человек и после 52 ставок лот был продан за 27 520 гривен или 1028 долларов США. И если высчитать стоимость грамма золота на момент продажи, то у нас получается 46 долларов за грамм такого античного золота. А вот в изделиях стоимость грамма такого золота всегда высчитать сложно. Много факторов, которые влияют на конечную стоимость. Это и само изделие, работа мастера, состояние предмета. Ну и конечно же количество желающих с толстыми кошельками, которые готовы купить этот уникальный артефакт. И вот следующим лотом у нас такая красивая находка поисковика. Золотая лунница черняховской культуры, весом 7,24 грамма. Со слов поисковика, предмет был найден в лесопосадке, на небольшой глубине. Поисковик перед продажей выставил на обсуждение этот артефакт, где попросил определить разновидность и ценность данной находки. И как дальше оказалось, обсуждение было бурным и затянулось на целых 14 страниц. Одни люди на форуме утверждали, что это новодел, вторые, что это оригинал, а третьи, как их многие называют диванными экспертами, только то и делали, что подливали масло в огонь. Кому будет интересно почитать эти бурные обсуждения, ссылку оставлю в описании под видео. В итоге золотая лунница была признана подлинной, после чего ее выставили на продажу, с кратким описанием к лоту, что это золотая лунница черняховской культуры. Материал золото, проба золота 900+. Состояние отличное, как для своего времени. Из реставрации, то немножко равнялось ушко на самом изделии. И стартовав с минимальной цены в 1 гривну, за таким лотом следило 358 человек. И после 80 ставок, золотая лунница была продана за 27 700 гривен, или 1020 долларов США. И если мы разделим сумму на вес изделия, то получим 140 долларов 88 центов за грамм этого античного золота. Может сумма и небольшая, но на сегодняшний день торги, считаю, прошли просто удачно. А следующим лотом у нас будет вот этот уникальный золотой перстень Киевской Руси с перегородчатыми эмалями, предположительно 12 столетия. С рассказа поисковика, выехал он рано утром на свое секретное поле, где попадались ему частенько хорошие находки. И вот, копая монеты и другой цвет мет, услышал хороший звонкий сигнал, выкопал яму и увидел вот эту золотую находку. Приехал домой, помыл, просушил, сфотографировал и выставил на определение. И эксперты форума Виолити подтвердили подлинность и написали, что находка интересная и вызовет хороший интерес на торгах. Ведь чаще всего такие перстни попадаются в бронзовом или медном сплаве, а тут в золоте, да еще в отличном сохране. Выставив лот на продажу, продавец уточнил, что реставрационных работ не проводил. Помыл только под проточной водой. Есть небольшая трещина, которую видно на фото. Стартовав с минимальной цены в 1 гривну, за лотом следило 104 человека. И после 59 ставок, золотой перстень был удачно продан за 31 100 гривен или 1165 долларов США. А вот это у нас золотая монета, угорский золотой дукат Матиаша Корвина, короля Венгрии с 1458 по 1490 года. Правителя, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. Монета сохранилась в отличном состоянии и была найдена в поле на небольшой глубине. На аверсе монеты изображен один из самых известных и почитаемых венгерских королей, святой Ласло. На реверсе Мадонна с младенцем. Вес монеты 3,57 грамма. Золотой дукат был выставлен на торги с 1 гривны. И после 254 ставок, за которыми следило 126 человек, угорский золотой дукат Матиаша Корвина был продан за 41 300 гривен или 1668 долларов США. А вот это уже, друзья, самая настоящая мини-коллекция, состоящая из 13 золотых ювелирных изделий античного времени и общим весом 29,7 грамма. Сколько времени собирал эти предметы человек, неизвестно, только выставил на форум Виолити для определения и оценки. Определив подлинность предметов, эксперты посоветовали, что лучше всего каждый предмет выставить на продажу отдельными лотами. Таким способом можно будет выручить максимальную цену от продажи. Но, как говорят, хозяин барин и продавец то ли не захотел заморачиваться, то ли срочно понадобились деньги, а времени на продажу каждого предмета отдельно не было. Принял решение все эти золотые предметы продать одним лотом. В итоге такая уникальная коллекция артефактов, состоящая из 13 золотых предметов, была выставлена на торги одним лотом с минимальной цены с 1 гривны. За торгами следило 432 человека и после 92 ставок золото античного времени было продано за 55 500 гривен или 2293 доллара США. А это у нас уже варварское подражание Ауреусу или подражание вандалов. И, вероятнее всего, привез монету легионер из Индии или Северной Африки. Варварское подражание – это, как правило, очень несовершенные по техническому исполнению копии античных монет. И если присмотреться даже на изображение этого слоника, то он вызовет только улыбку. Да и императора, изображенного на монете, определить тоже довольно сложно. Но, предположительно, на монете изображен римский император Гордиан III. И на такие монеты в виде подражаний есть свои коллекционеры, которые готовы заплатить суммы денег. Продавец после определения подлинности выставил лот на торги и указал в описании, что это золотое подражание Ауреусу. Материал – золото. Реставрация не проводилась. Вес монеты – 8,44 грамма. И за таким лотом следило 177 человек. И после 125 ставок золотая монета была продана за 130 0,10 гривен или 5587 долларов США. И завершит нас сегодняшний обзор вот эта маленькая золотая чешуйка, размером с ноготок и весом всего 0,84 грамма. С рассказа поисковика нашел он эту монету в недокопанной ямке предыдущим комрадам. И, вероятнее всего, это был кошелек или маленький кладик, потому как рядом лежали куски керамики от горшка. Во как бывает. А вы представляете, друзья, полный горшок таких золотых чешуек. А может и тот комрад набил полные карманы золота и убежал домой, а ямку как следует не проверил. Но эта история нам неизвестна. А вот эта золотая чешуйка была действительно найдена и выставлена на определение и оценку. И снова на форуме начались жаркие дискуссии по поводу подлинности монеты. Ну, в общем, как обычно, чем дороже предмет, тем больше появляется диванных экспертов. Кому также, друзья, будет интересно почитать, ссылку на обсуждение оставлю под видео. В итоге монету признали подлинной, после чего поисковик выставил ее на торги. В описании к лоту указал, что это золотой в одну четвертую у горского Алексея Михайловича. Материал золота, реставрация не проводилась. Состояние коллекционное. И стартовав с цены в 101 тысячу гривен, за лотом следило 102 человека. И после 102 ставок золотая чешуйка была продана за 155 400 гривен или 5777 долларов США. Монета маленькая, а цена во какая большая. На сегодня, друзья, это все. Если вам понравилось видео, ставьте свои крутые лайки и пишите комментарии. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok